Всем привет! Меня зовут Юлия, и сегодня мы вместе с вами посмотрим новинки октября, которые уже есть в продаже. Это невероятно долгожданные для меня книги, и когда я буду показывать вам эти томики и рассказывать немного про содержание, вы сразу поймете, почему я так долго их ждала и почему акцентирую внимание именно на этих книгах. Еще сегодня поделюсь с вами, в принципе, немного своими октябрьскими развлекательными планами, что я приметила себе из сериалов, чем буду пополнять плейлист. И, кстати, у вас в октябре есть просто великолепная возможность сделать месяц не только очень-очень интересным, но также максимально полезным и информативным. Если вы давно задумываетесь о смене сферы деятельности и хотите, чтобы ваша новая работа приносила вам и удовольствие, и при этом была максимально востребованной, то я советую вам в октябре посетить бесплатные мастер-классы от онлайн-университета Skillbox. В октябре Skillbox проводит серии бесплатных мастер-классов и открывает доступ к курсам по целым шести направлениям. Вы узнаете все о современных профессиях в сфере дизайна, разработки игр, кино, программирования и маркетинга. А также сможете пройти занятия по повышению личной эффективности. В принципе, как это работает? Вы выбираете направление, регистрируетесь, получаете приглашение на серию онлайн-занятий и получаете бесплатный доступ к курсам до 25 октября. Онлайн-занятия помогут определиться с тем, что действительно вам интересно, а курсы, не откладывая, приступить к обучению. Допустим, вы узнаете о работе в сфере дизайна. Сможете выбрать профессию и попробовать сделать первые штрихи в дизайне. Или же узнаете основу интернет-продвижения. Также вы сможете узнать, куда в целом движется игровая и киноиндустрия, и еще повысить свою личную эффективность, узнать, как грамотно проходить собеседование, и узнать больше об искусстве коммуникации. Процесс регистрации максимально простой. Нужно выбрать направление, заполнить контактные данные и отправить форму. Еще, конечно же, вас ждут подарки от партнеров и полезные навыки, которые останутся с вами буквально на всю жизнь. Но самое главное, вы сможете сделать первый шаг в действительно новую востребованную профессию. Обязательно переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь. Ну а я перехожу к долгожданным книжным покупкам. Буду на ощупь вытягивать книги. И первая из них, наверное, и я не могу даже сказать, какой томик здесь будет самым долгожданным, но молитву источной канавы я ждала с момента вот буквально первого анонса. Мне здесь очень многие детали, и то, что я уже знаю про это произведение, напомнили о хитростях Лока Ла Мор и Скотта Линча. Скотт Линч неизвестно, когда выпустят четвертую книгу, поэтому как только я нахожу произведение, которое хоть как-то мне напоминает о Лока Ла Море, мне тут же хочется его схватить. И действительно, по аннотации, здесь мир, в котором существует фэнтезийный мир, в котором существует воровская гильдия, которая предает своих трех обитателей, своих трех членов. И один из них – бородяга, второй – упырь, что уже очень необычно. И третий – жертва страшной болезни, которая постепенно превращает его тело в камень. Я, кстати, сразу же здесь вспомнила про «Игру престолов» и каменную болезнь. Интересно, будет ли это происходить по такой же схеме. И этой очень необычной троице предстоит разгадать тайны, которые скрывают себе древний город, и разгадать заговор, который возник задолго до их рождения. Эта книга первая в цикле «Наследие черного железа». Я знаю, что вторая уже точно написана на английском языке, как бы уже не вышла на английском. Очень надеюсь, что этот цикл станет крутым, популярным, и не буду долго тянуть с переводом второй части. Меня еще очень подкупает то, что автор долго работал в игровой индустрии, еще он участвовал в разработке настолок, и, в принципе, я ожидаю от этой книги безумной динамики. И еще атмосфера упадка, вот примерно как в «Хитростях Лока Ламоры». Следующая книга, да, это еще одно максимально долгожданное произведение. Это Ким Стэнли Робинсон и его «Годы риса и соли». Это научная фантастика, и вместе с тем книга, написанная в жанре альтернативной истории. Здесь альтернативность истории заключается в том, что чума выкосила не какую-то часть европейского населения, а 99% людей на европейском континенте. И с развитием истории за те 700 лет до нашего времени получилось, что Китай открыл новый свет, Индия начинает промышленную революцию, а ислам и буддизм завоевали действительно весь мир. Это настолько интересно, как по-другому мог развиваться мир. И плюс здесь еще и обещается повествование от лица разных людей и разных сословий. То есть какую-то часть повествования мы должны видеть глазами солдата, какую-то часть глазами аристократа. Я не помню, кто здесь конкретно должен быть, но произведение чувствуется объемное. Я уже вижу, какая работа здесь вложена, и мне очень хочется скорее к нему приступить. Я вам уже говорила, что в ноябре мы с вами будем читать «Темное фэнтези». Я буду делать там разные подборки, советовать, с чего начинать, и в принципе рассказывать про этот жанр, но думаю, что и постараюсь делать небольшие вкрапления фантастики, потому что давно я за этот жанр не бралась и очень-очень по нему соскучилась. Следующая книга. Я уже на ощупь понимаю, что это. Это новинка от Лии Арден, называется «Золото в темной ночи». И здесь небольшой сюрприз для тех, кто не подписан на мой инстаграм и не слышали мои восторги в телеграм-канале. Я эту книгу прочитала еще в начале июня, потому что мне предоставили рукопись, и если мне понравится, попросили дать отзыв на обложку. Как вы понимаете, книга мне очень понравилась, и теперь здесь красуется небольшая пометка от меня и совет к прочтению. Лия Арден, автор нашумевшей диалогии «Мара и морок», написала новую колоритную сказку с восточными мотивами. И здесь сохраняется все такой же легкий стиль автора. Читается действительно книга, буквально проглатывается. И при этом здесь очень необычный мир. Я обожаю, когда в фэнтезийном мире есть какая-то глобальная загадка, которая таится в его прошлом. И здесь мотивы прошлого объединяют не только мир, но и главную героиню, которая не знает, кто она, не знает, откуда она. Она, в принципе, приспособилась к новым реалиям своей жизни, но постепенно мы начинаем понимать, что она не совсем простой обитатель этого континента. И, в принципе, здесь мир, в котором прошло уже более тысячи лет после великой катастрофы и черной зимы. И мы будем узнавать, что же там случилось очень-очень постепенно. И находится этот мир в той точке, что снова начинает все трещать по швам. И отношения между четырьмя здесь странами в максимальном напряжении. Обожаю, когда действительно интересный мир сочетается с необычной историей главной героини. И я в предвкушении прочтения второй части. Я очень надеюсь, что мне тоже получится вам рассказать про нее немного пораньше. Кстати, ко мне едет второй экземпляр этой замечательной книги, так что не предпускайте следующее видео. Это как раз будет большая подборка с фэнтези. Я там один экземпляр специально для вас разыграю. Следующая книга по формату тоже мной легко угадывается. Это второй том «Дива чудного» от Романа Папсуева. Это проект сказки Старой Руси. Мой любимый русскоязычный литературный проект. И если вы не в курсе, что собой представляет вселенная сказок Старой Руси, то очень вам советую обратиться к вот этому видео. Там я рассказывала довольно подробно и про энциклопедию истоки, и про первый том, и даже была небольшая беседа с автором. Обожаю то видео, так что обязательно его посмотрите. В принципе, «Дива чудная» представляет собой иллюстрированную энциклопедию бестиарий. И во втором томе мы узнаем про великанов, оборотней, упырей, мертвяков и костомах. Есть также краткий словарь, слова от автора, источники и анонс на будущие тома. Я с нетерпением уже жду продолжения. Кстати, у этого проекта недавно появилась замечательная новость. По-моему, в начале следующего года, боюсь вас дезориентировать по датам, но у «Сказок Старой Руси» появится еще и литературное воплощение в виде рассказов про некоторых персонажей из этой вселенной. То есть какие-то рассказы, какие-то истории. Я очень ждала именно такого дополнения к «Сказкам Старой Руси», так что буду с огромным интересом наблюдать за развитием этого проекта. И последняя книга, которая у меня здесь осталась, я на самом деле просто положила ее в сумку. Появилась она у меня несколько раньше. Я в виде успела очень-очень кратко засветить «Навио» от Елены Булгановой. Эта книга, на первый взгляд, показалась мне какой-то историей про очередную избранную девочку, которая учится в обычной школе, и в принципе в ее жизни ничего не происходит, но потом она узнает, что есть некое место, некая страна, я пока не могу вам точно сказать, «Навиа». И она как-то ей принадлежит, как-то ее прошлое связано с этой страной, просто она все забыла. Но при этом у Елены Булгановой я читала «Инсомнию», и та книга была совсем непростой. Я чуть-чуть совсем надкусила «Навио», написано действительно просто, но я бы уже не сказала, что здесь все настолько очевидно. Очень интересно познакомиться с этим миром. Надеюсь, что либо в октябре, либо в ноябре успею прочитать первый том. Ну а дальше мы с вами движемся в сторону сериалов, и первый из них, который я планирую продолжить смотреть в октябре, это второй сезон сериала «Призраки». Это комедийный сериал, который вышел, по-моему, то ли в прошлом году, то ли два года уже назад. И рассказывает он о том, как семейная пара получает в наследство старинный особняк, который уже рассыпается, но при этом он густо населен призраками разных эпох, разного пола, разных сословий. В общем, это максимально разные люди, там и военные, и аристократы, и все, которые имели отношение к этому дому, и которые остались там запертыми. И когда они в свои владения получают новую семейную парочку, сначала, естественно, у них там возникают некоторые противоречия, но дальше показывается именно их жизнь. Чаще всего это действительно очень забавные ситуации. Такая мистическая тема, мне кажется, отлично подойдет для просмотра в октябре. Так что, если вам не хочется себя очень уж пугать и читать что-то, вернее, смотреть что-то мрачное, то обратите внимание на второй сезон этого сериала. А вот следующий сериал, который я себе записала, это «Десс». Я обратила на него внимание, в первую очередь, из-за Дэвида Теннета, и он снова играет там какого-то маньячеллу. Причем, я не хочу вам описывать, чем этот маньяк был известен, иначе мне снимут монетизацию. Мне очень нравится Дэвид Теннет, и ему прекрасно удаются такие полубезумные маньячные роли. Но, если честно, мне уже хочется с ним просто какую-нибудь мелодраму, или просто какой-нибудь детектив, где он будет положительным героем. И, наконец, третий сериал называется «Расследование», и вот это абсолютно моя тема. По описанию, это типичнейший скандинавский сериал. Пропадает девушка, известен человек, после встречи с которым она пропадает. Весь этот скандинавский, немножечко жуткий и пугающий антураж. Я посмотрела там на список актеров, на создателей этого сериала, и поняла, что мне точно нужно. Так что, если вы любители скандинавских триллеров, детективов, тоже обязательно обратите внимание. И, наконец, мы с вами поговорим про музыку. Я поделюсь с вами своим личным плейлистом этого октября. Я думаю, что про более атмосферные песни в стиле Элиса Купера мы поговорим уже ближе к концу месяца. Я поделюсь своим стандартным плейлистом, который я слушаю каждый октябрь. Ну, а сейчас поговорим именно о новинках, которые уже можно послушать. И первый альбом, на который мне хочется обратить ваше внимание, в принципе, обратить внимание на этого исполнителя, это Готтерд, это швейцарская группа, и они выпустили альбом в память о своем погибшем вокалисте. Я обожала Стива Ли. В этом году исполняется 10 лет со дня его гибели, и до сих пор для меня это вот просто незаживающая рана. Если его музыку и голос я с удовольствием продолжаю слушать, то его живые выступления в плане концертные я оставлю вам самые любимые в описании. Я не могу их смотреть. Они когда у меня в предложке на ютубе выплывают, у меня прямо ком в горле становится. У меня в голове не укладывается, как этот максимально живой, заводной, просто огненный человек. Вот как несколько секунд он погиб в мото-аварии, причем довольно такой страшный. Я не буду вам сейчас все пересказывать, но это было очень тяжелое событие, мне кажется, для всех поклонников группы. И когда я про это думаю, что все, его нет и нет уже 10 лет, у меня просто это в голове не укладывается. И группа в октябре, вот буквально 2-го числа, выпустила альбом по поводу 10-летней годовщины его гибели. Я крайне советую вам его послушать. Это великолепные акустические композиции. Это, в принципе, большинство хитов, именно Готтер, с которых круто начинать слушать эту группу. И, зная вот всю эту историю, я надеюсь, что это прослушивание тоже станет для вас пронзительным. И если вы не слышали про Готтер, то вы обязательно пополните свой плейлист. Кстати, если у вас нет какого-то вот слишком чувствительного отношения к этой группе, как у меня, я, в принципе, советую и на нового вокалиста также обратить внимание. Это плодотворная группа, у них часто выходит что-то новое, и клипы, и альбомы. Обязательно присмотритесь. Следующий музыкальный проект, которому я планирую посвящать время в октябре, это, конечно же, симфонический концерт Кипелова. Этот концерт действительно очень круто снятый. Его и в кинотеатре, по-моему, ограниченным каким-то прокатом показывали. И на ютубе его можно посмотреть уже целиком. Он есть и альбомом на Яндекс.Музыке, на разных сервисах. И на ютубе можно его посмотреть именно как концерт. Я вам очень советую. У меня еще не было времени прямо от начала до конца этим насладиться. Но в октябре я обязательно уделю время. Обожаю Кипелова до сих пор. Ну и, конечно же, то, как он заберег свой голос и до сих пор прекрасно владеет, меня всегда очень-очень восхищает. Следующий альбом, который я себе выписала на прослушивание в октябре, это новый альбом Бон Джови, который, как мне кажется, очень пессимистично называется 2020. Я фанатела по Бон Джови где-то в старших классах, может быть, в средней даже школе. Был у меня период, который просто мне рвало голову от этого исполнителя. В основном, конечно, от его старых хитов. Но это примерно тот же период, когда были Guns N' Roses, вот Бон Джови. Юту в то же время я слушала. Я не знаю, что тогда за странная группировка была в моем плеере. Но Бон Джови я не слушала тоже уже лет 10, а то и больше. И в последнее время он несколько расстраивает меня формой своего голоса. Но вот новый альбом мне, конечно же, хочется послушать, что он там сочинил, что там за тексты. Следующий альбом – это долгожданнейшая работа. Это работа, от которой у меня прямо сейчас аж слюни набегают. Это, конечно же, норвежцы Enslaved. Обожаю эту группу. Они начинали с Black. Сейчас они, даже не сейчас, а в последние несколько лет, они больше трансформировались в сторону викинг-металла. У меня, опять же, еще не было времени, чтобы послушать вот каждую песню и расслушать ее. Но я включила первые несколько треков и такая – все, хорошо, наконец-то. Это то, что я ждала. Обожаю Enslaved. Если любите викинг-металл, это то, что вы обязаны послушать в октябре. Если знаете еще новые работы, которые планируются в этом месяце в таком направлении, тоже обязательно мне дайте знать. Потому что мне очень нравится, какое небольшое музыкальное комьюнити у меня на канале образовалось. Потому что как только я рассказываю что-то про музыку, обязательно находятся поклонники тех же жанров, тех же исполнителей. И мы начинаем все очень-очень круто обсуждать. И, наконец, последний альбом, который я назову вам больше таким бонусом, потому что он выйдет аж 6 ноября. Но это была очень приятная новость, которую я не могу держать в себе. Это вторая версия альбома Walk the Sky от Alter Bridge. Это альбом, который вышел в прошлом году. Полноформатная их новая работа. И вот в этом году они выпускают такую странную, обновленную и вместе с тем вторую версию альбома. Там будет 6 песен в живом исполнении именно с Walk the Sky альбома. И плюс один трек, который написали во время карантина. Я пока знаю только его название. Еще не слышала, еще ничего не могу сказать. Очень жду. У Майлза обычно живые работы. Ну и, в принципе, у Alter Bridge это великолепие. Я даже больше люблю, как он работает со своим голосом вживую. Когда появляются какие-то новые интонации. Когда крошечные какие-то несовершенства проскальзывают. Это делает наиболее насыщенным исполнением. Но это относится не только к Майлзу, а, в принципе, к музыке в целом. Наверное, я поделилась с вами всем, чем хотела. Обязательно пишите, что у вас запланировано на октябрь. Ну а мы с вами увидимся совсем скоро в большой подборке с осенним фэнтези. Пока!